Неделя только началась, и я понятия не имел, что будет тогда, когда она кончится. Вышвырнет ли меня к моей нулевой параллели? Оставит в этой или вовсе произойдёт критический сбой с необратимыми последствиями? Даже думать пока не хочу. Ну и позиция, быть что будет, для нынешней ситуации, где я игрок, а не фигура, абсолютно неприемлема. Всем привет, вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить возвращение в совёнок Руд Ёльки. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Я встал и обернулся, пионер стоял ни жив, ни мёртв, а соловел осмотрел на опустевшую в момент руку скипой тетрадей. Я чуть выпрямился, а когда он повернулся ко мне, заглянул ему прямо в лицо. Тени на лике мрака дрожали и прыгали. Догнал. Мы смотрели друг на друга ещё секунду. Оба силуэта растаяли в ночном воздухе в один и тот же миг. Лишь красные галстуки, будто столкнувшиеся лоб в лоб, блеснули в темноте алыми полосами. Только подумать. Неужели и правда могу? Серый поток, ставший с недавних пор моим единственным слушателем, понимающий молчал, поддерживая ход моих мыслей. А, серый потолок. Подумать только о путешествии сквозь пространство силой мыслей. Я и мечтать не мог о таком. Но это та самая реальность, что вижу я. Остальное. А что такое остальное? Есть лишь то, что я вижу, что чувствую, с чем могу взаимодействовать. А взаимодействия отныне поистине не имеют границ. Теперь открыть эту дверь не составит большого труда. Нужно только найти её. Мне оставалось всего ничего. Найти малейшее доказательство того, что я могу контактировать и с самим собой хотя бы на одной параллели. Для этого нужно было овладеть свежими, свежими навыками в куда лучшей степени. Я уходил в лес и тренировался в рывках. Столько времени прошло, прежде чем я научился прыгать, и действительно далеко в любом направлении. Уже не нужно было смотреть куда-то. Я визуализировал место назначения в голове. Позу и через мгновение оказывался там, где хотел оказаться. Научиться летать в трёхмерный мир... Вплетать в трёхмерный мир кривое времени было несложно. Сложно было узнать, что этот процесс из себя представляет. Однако теперь я стал понимать, время действительно приходит. Не раз уже... Не раз уже мне удавалось увидеть в прыжке параллельные линии, и надлежащие тем самым параллельным лагерям. А пара недель тренировок хватило, чтобы закрепить нужное умение. Я сидел на мягкой кочке у берега острова, вдыхал ночной воздух и глядел вдаль. Тяжело было поверить, что... В одном моде то остров, блядь, то озеро, то море. Господи! А нет, блин, стоп. Да в разных... Я уже в модах запутался, соряночь. Тяжело было поверить, что вся беспечная жизнь, что я провел здесь из недели в неделю, прожитые годы эйфории и счастье уходят в прошлое. В рюкзаке, что уже сидел на спине, лежал небольшой запас сухпайка из столовой. Кто знает, как удачно я прыгну. Да сшитая аккуратным переплётом кипа стареньких тетрадей с огромным количеством записей и знаний об этом мире. Последняя из них, самая свежая, на вид на обороте которой было выведено. Рывки. Являлась сборником самых последних моих наработок. А именно умение совершать переходы по прямым в пространстве, по кривым во времени и по параллелям между мирами. Последний пункт был ещё только на бумаге, но возможности повернуть назад у меня не было. Да и желания, честно говоря, не оставалось. Говорят, всегда что-то да уходит от нас. В прошлое. Прошептал я в полной тишине, воцарившейся в крохотном кусочке мира вокруг меня. На этом острове. Даже сверчки в траве и ночные птицы умолкли, нежелая прослушать последнюю исповедь пионера, отправляющегося в неизвестность. В этот раз... Я невольно хмыкнул. Это была усмешка, которую можно увидеть у человека, что-то очень хорошо знающего, в то время как ему пытаются доказать обратное. В этот раз всё уходит в прошлое. Я встал, огляделся. Меня здесь никто не хватится. Маленький мирок станет ещё чуть более пустым с моим уходом. Но какая мне уже разница? Может, разве что потому, что этот мир... Всё равно, как бы я ни считал его нереальным, стал моим домом. Родиной. Наверное, так. Я столько много знаю. Но до сих пор не знаю самого очевидного. Себя. Свежий ночной воздух заставил расправить плечи. На секунду мне показалось, будто по ошибке я вдохнул убойную дозу пафоса. Сам собой раскинул руки над рекой и закричал. Я иду изменить своё завтра. И завтра буду на вершине этого мира. Кричал я, будто зная, что весь этот мирок... От пионеров до мифического райцентра с замиранием сердца слушают меня. Ловит каждое слово. Это не просто слова. Силы есть, и я докажу собственную цель. Последняя фраза на пару секунд застала в воздухе холодным эхом. Я повернулся к лесной чаще, окинул её взглядом и прошептал. Пора. К звёздам. Луч луны, светящий у самого виска сквозь густую листву песка, распался на сотню едва различимых параллельных прямых. Муслино я коснулся левой рукой одной из них, самой тайной. Появившаяся, подобно смычку, в правой руке кривая сжалась, как спираль. Вдруг я заметил прямо передо мной запарой деревьев знакомый силуэт. Линии пропали. Пусть я всё ещё держался за них. Кажется, старый товарищ пришёл сказать пару слов на прощание. Осторожней, Семёна, а то как бы вместо звезды не полететь в воду. И впервые, стоя лицом к лицу с ним, я искренне по-доброму усмехнулся. Серебряные линии возникли... То они белые, то серебряные. На деле они, блядь, голубые. Ааа! Серебряные линии возникли из ниоткуда прямо в руках. А в следующую секунду мир смазался в глазах. И хищем воды на берегу слился в рук от космодрома. Всё ушло в один миг. И я остался один. Эту параллели я выбрал не случайно, а отнюдь. Этот лагерь именно тот, так часто приходил ко мне в своих снах. Пустой, заброшенный собёнок. Ни единого пионера, ни обычных его постояльцев, ни тех загадочных ребят. Что так упорно прячет свои лица под покровом тени. Ни души. Ветер гоняет по пустой площади пыленки и зелёные листья. Яркое солнце всходит и заходит над лагерем. Которым должен раздаваться детский смех. Но голос здесь лишь изредка подают совы. Визитная карточка лагеря. Я не стал рисковать. Прыжок по параллели, по времени. Поэтому остался там, где я был. На острове. Вышло как нельзя более точно. Я с пары минут стоял, пытаясь понять. Неужели рывок не вышел? Я стоял абсолютно на том же месте. И кажется, даже звёзды на небе ничуть не сменили своего положения. Только оглянувшись в сторону лагеря и увидев тёмные окна корпуса в лодочной. А ведь только что в них горел свет. Я наконец вздохнул с облегчением. Удалось. Голова медленно кружилась. Немного кружилась. Наверное, следствие мощного рывка. Я присел на бережок. Торопиться здесь было некуда. Хотя, конечно, было бы в корне неправильно считать, что моё время по-прежнему бесконечно. Неделя только началась. И я понятия не имел, что будет тогда, когда она кончится. Вышвырнет ли меня к моей нулевой параллели? Оставит в этой или вовсе произойдёт критический сбой с необратимыми последствиями? Даже думать пока не хочу. Ну и позиция быть, что будет для нынешней ситуации, где я игрок, а не фигура, абсолютно неприемлема. За этими мыслями я сидел, не замечая, как мчится время от меня. Правда, оно не так уж и быстро летело. Когда мой отдых наконец-то был окончен, луна висела всё так же высоко в ночном небе. И до рассвета оставалось по меньшей мере пара часов. Я встал, потянулся, вскинул руку, словно хотел уточнить, который час, хоть и не имел часу. И в следующую секунду стоял уже на другом берегу. Зря истязать свой организм перемещениями я не собирался, поэтому путь к лагерю от пристани я проделал пешком. Благо до площади было не больше двух минут быстрой ходьбы. Даже здесь кузнечики в траве звучали в разы тише, чем там, откуда я пришёл пару часов назад. Может, потому что здесь им не приходилось прорваться сквозь вечный шум сотен голосов. Лагерь был по-настоящему пуст. Ни единого постороннего звука не донеслось до меня за всё то время, что я стоял на площади. И пытался углядеть малейшие признаки жизни в окружении. Кузнечики и совы, вот кто остался в пустом пространстве лагеря, не давая мне сойти с ума от тишины. Я было двинулся в сторону домиков, намереваясь проверить, что же может быть там. Но тут совершенно неожиданно в траве расправа раздался громкий шорох. Я повернулся в ту сторону. Звук повторялся. Яркий и неосторожный. Но ни малейшей тени я не увидел. Ничего, за что глаз мог бы зацепиться. Стало немного не по себе. А что если кто-то проследовал сюда за мной? Я пошёл в ту сторону, откуда шум раздавался. В конце концов, угроза для жизни призрачна, а значит бояться особо нечего. Стараясь отдавать себе отчёт в каждом действии, я пошёл на шорох. Который тем временем повторялся, но уже чуть тише и дальше. За столовой не душе, впрочем, как и ожидалось. Я было собирался развернуться и уйти, но вот теперь краем глаза ясно выцепил маленькую тень вдалеке. У спортплощадки. От страха сердце ушло в пятки, а я медленно стал поворачивать голову. Но и тень двигалась ровно с тем же направлением взгляда, будто налипший на ресницы клочок. Я резко отвёл взгляд в противоположную сторону. Нет, эта тень и правда там, она тотчас исчезла. Странное существо, человек. Бояться нечего на сердце, замирают от происходящего. Мне давно не было так страшно. Преодолевая ужас, я обернулся в ту сторону ещё раз. Но там уже ничего не было. Нет, я не позволю со мной так играть. Прошептал я, ускоряя шаг в направлении спортплощадки. Что показалось мне уже за... Что показалось уже за следующим поворотом. Никого. Я устало сел на лавочку у поля, стараясь не думать о том, что сулит подобное мне в этом лагере. Но не думать было нельзя. Ровно как и расслабиться хотя бы на минутку. Привет. Раздавшийся за спиной в почти полной тишине приятный девичий голос, я едва сдержал крик ужаса, дрожь побежала от ног до голова. Кто здесь? Рявкнул я, оборачиваясь. Но за мной не было никого. Зачем ты кричишь? Голос прозвучал жалобно, будто был напуган или обижен. Хотя скорее была, ведь это был голос девочки. Кто ты? Ты прячешься? Ты так громко кричишь? Конечно, прячусь. А если буду говорить негромко, покажешься? От шока я всё ещё едва мог выговаривать слова. Язык заплетался, холодный пот проступил на лбу. Хорошо. Голос вдруг подобрел. Я замолчал на секунду, пытаясь согнать мысли в голове в единый порядок. Голос принадлежал девочке, наверное, моего возраста. Я не мог судить о том, какая она, но оттона по спине побежали мурашки. Её голос был по-настоящему красив. А главное... Главное, что её речь звенела тем, что днём с огнём нельзя было сыскать в разговорах с пионерками моего старого мира. Её речь была жива. Казалось, будто до этого я слышал голоса людей в старых, отрёпанных временем и вообще никогда хорошо не звучавших наушниках-вкладышах. А теперь звук шёл по меньшей мере из дорогих, качественных, новых мониторных. Настолько разница была яркой. Я глубоко задумался и даже не придал значения тому, что лавочка чуть заметно поколокнулась подо мной. А в следующую секунду голосок той же девочки обратился ко мне уже справа от меня, а не из-за спины. А тебе нравятся звёзды? Я думаю, мало можно найти людей, которым бы они не нравились. Но ведь есть и такие. Том её голос был ярко удивлён. И всё же моё ухо зацепилось за тенокриторического вопроса в её реплике. Ведь есть и те, кому это всё совсем не нравится. Ты, наверное, и сама знаешь ответ. Значит, всё правильно. Что правильно? Вот теперь разговор становился живо и интересным уже не потому, что я разговаривал неизвестно с кем, а с самой своей темой. Ты ведь недавно сюда пришёл? И ты ищешь что-то, правда? Она говорит, сплошь одними вопросами. Точь в точь я в своё время. У тебя столько вопросов и так мало ответов, правда? Обратился я к ней с очень ясным вопросом наводкой. Но ведь по делам вопросов-ответов специалист именно ты, верно? Этот вопрос окончательно перевернул позицию с ног на голову. Только я называл себя так, и то только в уме. Я сделал нечеловеческое усилие, над собой повернулся. Позвоночник снова словно окостенил. Я застыл, глядя на то, что наконец предстало перед моими глазами. Сидевшая передо мной девочка была не просто странной, она была до ужаса странной. И в первую очередь о её странности говорили кошачьи уши на её голове. Конечно, можно было предположить, что они не настоящие, но я скорее бы поверил в обратное. Девочка была одета не в пионерскую форму или в купальник. Все наряды, что я видел за последнее время. Она была ретов тонкая и стрёпанная, подобие коричневого платья. Часть длинных русых волос была собрана в маленькую косичку, висавшую на правое плечо. Остальная прическа уходила за спину, где краем глаза я заметил... Эээ... Хвост. У девочки кошки, а по-другому я теперь её и назвать-то не мог. Был хвост? Длинный кошачий хвост, покрытый блестящей гладкой шерстью цвета волос девочки. Ярко корея глаза с золотистым отлевом по-доброму улыбались мне. Один её взгляд говорила, она совершенно не опасна. Это... правда? Что правда? Уши, хвост... Настоящая? Можешь даже потрогать, разрешаю. Тихикнула девочка, наклонив голову ко мне. Такой жест с её стороны заставил меня ещё раз дёрнуться от неожиданности. Дрожащей рукой я едва коснулся кунчика её ушка. Шёлковистая, мягкая, тёплая. Словно завороженной, я аккуратно перебирал её уши пальцами. Она, как ни странно, не желала скорее прекратить этот процесс изучения её собственного тела. Наоборот, пододвинулась ещё ближе. И вот в блеске лунного света я увидел едва заметный румянец на её щеках. Сомнений не оставалось. Перед мной сидит девочка с кошачьими ушками и хвостом. И она живая. Не просто живая. По-настоящему живая. «А зачем ты пришёл сюда?» Просила она меня. Наконец, придя в себя, я тотчас одёрнул руку, стыдливо отвёл взгляд. «Я ищу ответа». Ответ вышел пространный, но именно так можно было описать мою деятельность. Девочка подняла голову, посмотрела мне прямо в глаза. Улабнулась и перевела взгляд в сторону поля, где вдалеке, над горизонтом, едва уловимая невооружённым глазом полоска неба, чуть бледнее, чем остальное тёмное небо над головой, предвещало наступление утра. «А как тебя зовут?» Спросила она меня, наконец, после долгого молчания. «Семён, а ты...» «Что я?» Не поняла моего незаконченного вопроса девочка. «Как зовут тебя?» «Меня никак не зовут». «Как же так?» Меня откровенно удивил такой расклад событий. «А кому меня звать?» «Ты один из тех, кому я доверяю и могу показаться на глаза». «Больше никто меня никогда не видел из этих пионеров». «Ну, у каждого человека должно же быть имя!» «И вот какое он таки даст ей имя?» «Неужели Юля?» «Может быть Юля?» «Или всё-таки Юля?» «Ну, в любом случае, мы узнаем уже в следующий раз». «А сегодня будем на этом заканчивать!» «Так что всем спасибо за просмотр!» «И всем пока!» «Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной». «Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена».